Если что-то будет со звуком не очень хорошо, я камеру буду отключать, поэтому не удивляйтесь. Если камера отключилась, значит это я. Если со звуком, то значит пишите. Вопросы, какие будут, пожалуйста, опять у меня просьба к вам, не в общий чат, а где у нас вопросики, стоят вопросы, пишите там, потому что сложно мне выискивать, и сидит администратор выискивает ваши вопросы и переносит их туда. Почему сегодня, она должна была, конечно, быть в мае, но почему-то как-то мы немножечко перенесли, а может быть и правильно, что сейчас готовимся и своих детей, и принимать готовимся детей. И я бы хотела вам рассказать в большей степени о своем 20-летнем опыте приема малышей и определении именно с точки зрения психолога и психиатра, когда стоит отвезти ребенка точно уже, потому что смысла нет держать, а когда люди оставляют самостоятельно, родители там, бабушки, решают, что рано, и через год приводят ребенка с ЗПР, у ребенка, у которого был высокий уровень подготовки, но вот через год он, к сожалению, пришел уже с ЗПР. К сожалению, ребенок с пятого класса стал учиться плохо. Ну и давайте вспомним, что же такое готовность, и будем практически рассматривать все это. Ну вот картинка мне очень понравилась чем? Или игрушки, или это. И вот мы четко должны понять, что в этом возрасте здесь вот уравновешено, а на самом деле вот эта часть 100% перевешивает учебную часть. Но если ребенка правильно готовили, не пугая школы и не перегружая вот этим всем, чем только можно перед школой, то они действительно будут в таком уравновешенном состоянии. Он еще, конечно, будет играть, но он уже будет искать интерес, любопытство уже в этой части. Ну и что такое психологическая готовность, да, у нас? Психологическая готовность – это субъективная и объективная. Субъективная – это что? То, насколько сформировалась личность, насколько сформировалась, естественно, в этой личности мотивация идти в школу. Ну вот и давайте перечислим. Я вам буду говорить, а вы пальчики загибайте. Какие же мотивации, с какими мотивациями идет ребенок? На протяжении очень многих лет я… Вот прям кусочек… А сейчас? Все, да? Тогда без камеры обойдемся, давайте, потому что главное нам нужно говорить. Какая мотивация бывает? Внешне нормальная, хорошая мотивация. Чем она хорошая? Да тем, что ему купили все новое – портфель, учебники. И это… Вот если вы помните себя уже в третьем, четвертом классе, когда новые учебники, они пахнут. Тогда вот в моем, когда я училась, родители покупали учебники, не выдавали учебники. И с братом у нас была разница 4 года, и учебники были разные, то есть его учебниками я пользоваться не могла. И вот это все красивое, блестящее, новое, яркое, потому что вспомните синий букварь, это наш букварь, по которому мы занимались. Это очень важно. И очень важно показать семье, показывать семья своему ребенку, насколько важно для старших, взрослых людей, что ребенок пойдет в школу. Мнение родителей – это самое важное мнение, которое для ребенка в этот момент существует. Следующая мотивация какая? Друзья. Друзья, потому что очень часто из детского садика идем в один класс, живем в одном дворе, то есть у него не нарушается вот эта связь между теми, с кем он был несколько лет в детском саду, и, естественно, идут в школу. Они идут еще, естественно, пока играть. Но, тем не менее, это тоже хороший мотив. И на этом мотиве можно очень серьезно играть. Следующий мотив. Я буду как старший брат пятерки получать, или как старшая сестра. Хороший мотив, прекрасный мотив. Мы говорим с вами о тех мотивах, которые, естественно, будут трансформироваться, они будут развиваться вместе с развитием личности ребенка. Следующий мотив. Я вырасту и буду работать как папа или как мама. Прекрасный мотив. Вот это уже учебная начинает формироваться мотивация, да? Как мне сказал один умный первоклассник, это было очень много лет назад, сейчас это взрослый 30-летний мужчина, и когда он пошел в первый класс, и мы встретились спустя какое-то время, ну, я у него спросила, Ростислав, тебе как в школе-то? Нравится? Ну, я обожаю с этой категорией детей беседовать. Это невероятное что-то. Я говорю, а что тебе там нравится в школе? Он всегда смотрел на нас немножко так, снисходительно. И он сказал так, мне нравится в школе учиться. Я говорю, а что такое? Ну, сам процесс учебы мне нравится. Я говорю, хорошо, а что такое процесс учебы? Я запомнила, да вот слово в слово, как мы говорили. Он презрительно практически на меня посмотрел и сказал, это когда ничего не знаешь и узнаешь. А когда узнал, ты понимаешь, что ты опять ничего не знаешь. Представляете? Вот какая мотивация к обучению. Ты узнал, но ты когда узнал, ты понял, что ты опять ничего не знаешь. И это опять тебя стимулирует к обучению. Ну, естественно, что я слышала очень много мотивации. Или такая мотивация. Прекрасная девочка, разговариваем очень серьезно. Там же есть вопросы. У меня есть вопросы на рассуждательство. Рассуждение – это один уже из логических компонентов. И я у нее спрашиваю. Я говорю, ну, а зачем ты в школу-то ходишь? Потому что родители же учат. Учить, зачем учиться? Пятерки получать. Зачем пятерки получать? Все, разговор закончен. А тут Дашке мы разговариваем. Даша, ну, а зачем в школу? Ты же вроде бы много чего знаешь. Девчонке шесть с половиной лет. Учиться, узнавать новые, ладно, думаю, родительские слова. Я говорю, а какие предметы ты будешь изучать? Ну, в начальной школе, конечно, мне будет скучно, потому что я уже очень много умею считать до 10 тысяч. Ну, объясняю, почему мне будет скучно. Ну, вот потом, когда будет химия, физика, я говорю так, а зачем тебе химия-то нужна будет? Ну, думаю, опять родительские слова. А сейчас что она скажет? Она так, ну, как обычный день. Ну, директор нефтеперерабатывающего завода должен знать химию. Ну, отлично. Потому что самое удивительное, она закончила несколько лет назад наш нефтяной институт и работает именно в нефтябре. Это было потрясающе. У нас была дилемма, стоит ли отдавать или не стоит, потому что через половину лет. И когда мама зашла, я сказала, знаете, отдавайте, потому что через год я ей уже ответить не смогу. То есть, вот понимаете, вот когда мы определяем мотивацию, определяем познавательство, нам не нужны, собственно говоря, как таковые рисуночные тесты, достаточно просто побеседовать. У меня в моей, ну, как скажем, лист такой вот диагностический. Есть вопрос, ну, стандартный, да? Почему летом снега нет, а зимой снег бывает? А вы что, не знаете? Я говорю, нет, что-то как-то, может, не помню. Ну, хорошо, я тогда вам объясню. Вот там, в стратосфере, вот снег выпадает. А снег, вы знаете, что снежинки – это такие кристаллики? Они абсолютно симметричны. Я поняла всё. Я старая, дети, и вы уже гораздо у меня меня. Я говорю, слушай, ну, я не знала, спасибо тебе, что ты мне объяснил. Ну, здесь уже говорить о мотивации школ, именно о мотивации этой личности маме. Нет смысла, он уже готов к школе. Сумеем ли мы эту мотивацию сохранить и развивать дальше, создать ему те условия, которые будут, ну, гораздо выше, чем у других детей, это уже другое дело. Ну, и, естественно, что субъективно вот это мы будем… А, ну, ещё какие мотивы? Я вырасту, у меня болеет бабушка, я стану врачом и бабушку вылечу. Вот мотивов очень-очень много, очень много. Подарок. Вот я мамам и папой сказали, что если я до Нового года научусь читать и считать, и меня будет учитель хвалить, то мне купят там что-то. Это тоже очень хорошая мотивация. Она меркантильная, да, но он будет стараться. Он маленький, мы не должны забывать. У него нет логики. Он вообще не понимает, зачем ему идти в школу. Вот если честно, 99% детей идут вот в внешней стороне чаще всего. А истинно, зная, что в школе будет виталайне, идут. А вот смотрите, ещё какие мотивы, антимотивы есть. Я не хочу в школу, а почему ты в школу не хочешь? Брат сказал, что там отстой. А что такое отстой? Ну и нецензурная врач. Я говорю, брат у тебя так нецензурно выражается, нет, нормально разговаривает. То есть брат сказал ему конкретно, зачем в школу не тебе, брат шестиклассник. Ну, проблемы были у этого ребёнка очень серьёзные, потому что долго пришлось приучать его к учёбе, и ещё он социально не был готов и так далее. И вот смотрите, есть объективное, интеллектуально-познавательное. Каков уровень развития интеллекта, он должен быть соответствующий, то есть определённые функции должны быть сформированы. Мы знаем с вами о социально-педагогической запущенности, о задержке психического развития. Прекрасно, мы с вами это знаем. Так вот, интеллект должен соответствовать не возрасту, к сожалению, теперь уже понимаете, а требованию того определённого учебного заведения, в которое вы решили отдать ребёнка. Вот, к сожалению, вот так вот получается у нас сейчас. Естественно, что вот этот познавательный интерес, он должен быть достаточно высокий, потому что всё-таки и проектная деятельность сейчас у нас, и различные... Сами дети должны изучить и сделать там чуть ли не реферат, и с первого класса найти, как сделать какую-то поделку, сделать эту поделку самому там, или спроектировать что-то очень серьёзно, начиная с раннего очень. Я прихожу, когда вначале, мне это немножко дурновато становится, потому что, ну, слава богу, дочь уже давно выучилась, а внучке ещё рановато. Поэтому, естественно, что это должно быть. Вот это должно быть изучено количественно, соответственно, в возрасте. Ну и познавательность, естественно, что ты будешь в школе делать. Играть на переменах. Что тебе в школе, как ты думаешь, понравится? Ты же в школу в волосок ходил уже. Мне нравятся перемены. А что ты на переменах делаешь? Вношусь! Длинный же очень коридор. Вот и носится он. То есть познавательно? Нет. А познавательность что? Он обязательно подойдёт, начнёт спрашивать. Обязательно у меня волшебная тетрадка разработана на 25 занятий, как раз на год с малышами. И у нас нельзя тетрадку без разрешения волшебника старшего, то есть меня, продолжать. То есть мы делаем на уроке одну страничку. И вот у него настолько познавательный, высочайший был интерес, так он понял, что я увижу следующую страничку, что он сделал. Так он пролистал штук десяти и там начал делать. Я говорю, нет, это будет ошибка. И ты не получишь свою пятёрку волшебную. Всё, успокоился. Я говорю, у нас много другого, что мы делаем ведь. А тетрадка – это тетрадка. Ничего тут не поделаешь. Вот. Ну и объективно это эмоционально волевая. То есть что должно быть? Должна быть усидчивость. Воля-то за счёт чего у нас? За счёт усидчивости, так ведь? Должен быть контроль. Контроль у нас умобный, да? Доля отвечает за это, за всё. Поэтому, естественно, что если неврологически какие-то определённые есть проблемы, ну, вы всё-таки психологи, педагоги, вы изучали определённые… У нас был с вами вебинар, я вам в более упрощённой форме показала, какие психические нарушения и заболевания бывают в детском возрасте. Это нужно знать, потому что одно дело – воля не сформирована из-за воспитания. И тогда здесь, конечно, будет, ну, скажем так, не легче, но более понятно, как сформировать её. Если же волевая регуляция нарушена именно из-за минимальной мозговодистой травмы какая-то была, гипоксические состояния, то здесь, конечно, мы обращаемся обязательно к неврологу и настаиваем обязательно до школы, рекомендуем пройти невролога. Не так в садике, где посмотрели, всё, жалоб нет вроде как и нормально. Нет, сходить к неврологу, обследоваться хотя бы минимальные какие-то обследования и пролечиться. Ну и эмоциональная, да, сфера. Эмоции должны быть развиты. Почему? Должны быть уже все базовые эмоции. Обязательно. А в прошлый вебинар, вы у вас, мы говорили о возрастных особенностях. Если в любом эмоциональной сфере не развита первые 2-3 года жизни ребёнка, потом эти эмоции, отсутствие этих эмоций не позволит формировать какие-то чувства. А главное чувство в школе какое? Чувство успеха, чувство гордости за себя. Так ведь это же очень важно. Я до сих пор помню, что расписал, это, конечно, вкладесь в моих секторах наблюдений. Ну, наблюдать с рождения до 30 лет очень интересный человек, тем более со стороны. И он пришёл где-то через 2 недели после школы и плачет. Минейка перепугалась очень страшно, бабушка перепугалась страшным образом. Светка пришла с работы, он всё рыдает. Она спрашивает у него, что случилось. Мама, ты не представляешь, как ему было плохо. Она говорит, кому? Тимуру, она, почему Тимуру было плохо? Мама, Тимура наказали, поставили около доски. Ты представляешь, как ему было стыдно. Она говорит, а ты что ревёшь? Мама, мне его было так жаль. То есть вот ребёнок уже с утра до вечера ревёт по этому поводу. Понятно, что это может быть и перебор. С другой стороны, естественно, что эмоциональная сфера должна развита быть хорошо. Потому что чем больше эмоций, тем больше чувств на этих эмоциях мы сможем сформировать. Потому что чувство-то ведь формируется ещё. И чувство стыда, совести, гордости, долга, дисциплинированности, ответственности, всего, чего хотите, оно формируется достаточно долго и достаточно сложно. Ну и социальная, соответственно, готовность, она и субъективная, и объективная. А что самое главное в социальной готовности ребёнка? Ну здесь несколько аспектов. Это и аспект того, что я повзрослел, а он повзрослел, он переходит в другую возрастную категорию. Я выполняю социально значимую деятельность. Это ведущая деятельность, которая он будет на протяжении следующих бедолага 11 лет, или ещё там 6 лет в высшем учебном заведении, а может быть и аспирантурной, в общем, короче, всю жизнь. Ну и естественно, что это и чувство гордости за себя, это и успешность, это и гордость родителей за него и так далее, и тому подобное. Поэтому вот это действительно тоже очень важно. Насколько он хочет в этом возрасте перед школой быть успешным, и взрослым, и похожим на кого-то, и оценки хорошие получать, и так далее, и тому подобное. Социально значимое. Ну и понятие в 60-м году, потому что, ну мы знаем с вами, что школа изменилась как раз в 60-е годы очень серьёзно. Не будем забывать, что формирование школы было на протяжении многих лет параллельно с очень тяжёлыми событиями в нашей стране. И естественно, что были и национальные школы, которые нужно было объединить между собой. И не было у нас коррекционных школ, дети ходили без особых, как говорится, и так далее. Но он пишет с 6-летнего возраста, экспериментальный и так далее. Ну вот 6-летний возраст всё-таки у нас не прижился. Хотя до сих пор родители стремятся отдать ребёнка раньше, но это мы сейчас с вами будем говорить. Ну и вот стали различать субъективную и объективную сторону готовности. То есть объективно он готов или не готов. Я вам тут немножечко рисуночков хорошего, для хорошего настроения. Может пригодятся. Так, подождите, что-то мимо пробежало. Субъективная готовность, это мы уже сказали, да, то есть переживания. Переживания. Иду я в школу, не иду я в школу, хочу в школу, страшно, там будут это и всё, я не пойду в школу. Ну как один пришёл ко мне, упал в двери, и я говорю, господи, я говорю, что с ребёнком делали-то? Запугали его бедолагу, что ты там и на помойке будешь лазать, и ты дурачком, тебя все будут называть. Ну и проблема была очень серьёзная. Слава богу, у нас тогда были коррекционные компенсирующие обучения. Первый год он у нас там побыл, скомпенсировался нормально. То есть родители напрочь отбили желание идти в школу, и не только, но ещё и страх сформировали у ребятёнка. Так, что-то перелистывает. Ну и объективная готовность, о том, о чём мы говорили, о том, о чём мы сейчас будем говорить с вами. Социальная готовность. Ну вы знаете, я специально вам делаю, чтобы потом, как лекционный материал у вас оставался. Ну что-то перескакивает он. Так, ну вот и ещё мне хочется действительно остановиться на готовности ребёнка. Внутренней позиции школьника. Они все вместе с собой, друг с другом складываются, и получается вот то, что получается. А получается, естественно, что насколько ребёнок в этом возрасте, а это 11 лет его жизни, насколько он будет счастлив в этой жизни. Понимаете? Вот самое главное, что... Так, звука нету, что ли? Вот тут пишут, звука нет. Ну, мне молчат, мне говорят, значит звук есть. Вот. И естественно, что вот эта внутренняя позиция школьника, она является новым психическим образованием, в том числе у ребёнка к концу дошкольного детства. То есть вот здесь нужно изучать эту внутреннюю позицию. К сожалению, ну, не всегда рассматривают, насколько это развито у ребёнка. Так, мотивационно-личностная готовность. Ну вот теперь уже конкретно по тому, что это такое. Положительное отношение ребёнка к учению. Это может быть и к школе, но может и не быть к школе, потому что школу он не знает, поэтому мы будем выделять к учению. Желание взаимодействовать с учителями, со сверстниками в процессе обучения. То есть нет тревожности и страхов по этому поводу. Но это не совсем так, потому что страхи появляются, как только ребёнок приходит в первый класс, и естественно, что эти страхи, они достаточно серьёзны. И вот смотрите, страхи первый класс, первый нет. Я не вторгаюсь в их пока жизнь, потому что они должны социализироваться всё-таки сами, без моей помощи. Ну и получается рёв, приходит ко мне учитель, сидит, ревёт. Что случилось, Костя? Сейчас урок закончится. Рыдает нам, да, закончится. Мы пойдём в столовую? Да, мы пойдём в столовую. Второй урок закончится, пойдём завтракать. Рёв усиливается. А вдруг нас там невкусно накормят? Через пару дней ситуация повторяется. Опять рыдание. Костя, что случилось? У нас сейчас закончится урок, да, мы пойдём на физкультуру, да, пойдём на физкультуру. А вдруг я там упаду и разобью коленку. Вот понимаете, то есть здесь мы когда делали дипломный проект со слабой студенткой, мы выявили у детей, первоклассников, 54 страха. Представляете? И те, которые стандартно прописываются, и мы спрашивали, что боится сам ребёнок, опрос был у родителей, у учителей и так далее. То есть, представляете, очень много. Ну и, естественно, что способен ли он и готов ли он принять нормы и правила школьной жизни. Это будет зависеть от личностной готовности, насколько он развит. Интеллектуально, что должно быть у ребёнка? Психические новообразования, это вот мы говорили с вами о том, что это должна быть определённая усидчивость, самоконтроль и так далее. Наличие общих конкретных представлений о предметных явлениях окружающего мира, соответствующие опыту, но мы должны договариваться в этом случае. Опыт – это понятно, но мы ещё и обязательно должны помнить, по какой программе ребёнок будет обучаться. И достаточно ли его вот этих представлений будет для того, чтобы понимать то, что ему будет говорить с первых дней учитель. Умение оперировать мыслительными действиями на наглядно-образном уровне. То есть наглядно-образный уровень должен быть сформирован полностью. Умение передать свою мысль в вербальной форме, прежде всего, на уровне диалогического общения. Вопросно-ответной форме. То есть он не просто отвечает на вопросы, он ещё и сам задаёт вопросы. Это обязательно. Без этого он не будет. Волевая готовность. Ну, мы говорили уже с вами про волю, что она связана с развитием произвольности. Лобная доля. Когда нужно обратить внимание на это? И стоит ли порекомендовать, если есть такая возможность, а сейчас такая возможность есть, даже просто по заявлению у родителей, оставить ребёнка ещё на один год, но не просто оставить его дома, а оставить дома или он посещает дальше детский сад, есть такая возможность, но он обязательно должен заниматься с психологом, с детектологом, логопедом, потому что у него есть какие-то нарушения, которые связаны именно с повреждением лобной доли, понимаете, в любой готовности у ребёнка нет. И за этот год он совершенно спокойно нагонит всё, что необходимо, то есть не формируется так быстро, как бы нам хотелось. Нет, вот шесть с половиной лет и всё, объясняю, что вы поймите, он не готов к школе, он маленький у вас. Или психофизиологический инфантилизм идёт, или социально-педагогическая запущенность. Это тоже ведь влияет на волевую готовность. Волевая готовность – это что? Это самостоятельность прежде всего. Я сам понимаю решение. Ну и вот здесь, естественно, что производность, самостоятельность, познавательные процессы с помощью, с волей, сам я управляю памятью. То есть не мама в меня вдалбливает стихотворение, которое я забываю через минуту после того, как прочитал, а это управление памятью. То есть запоминание и вспоминание обязательно. Мышление. Вот тут он уже думает, то есть 7 лет ребёнок думает и начинает анализировать. Да, ещё на достаточно примитивном уровне. Вот эта вот логическая цепочка анализа, она очень короткая, но тем не менее она может состоять. Так, я плохо ответила, значит, я точно получу двойку. Если я получу двойку, мама меня накажет. Достаточно. Поэтому я буду учить стихотворение, буду заставлять себя запоминать и вспоминать. речу, сознательно строить речевое высказывание. Как в первокласске бывает? Рука вверх потянулась, и что? Как только учитель обращает на него внимание. Вот, поэтому, естественно, что вот это должно быть обязательно. Как речь развита должна быть, соответственно, никаких фонетико-фономатических, ничего не должно быть. Он должен разговаривать на уровне своего возраста. Произвольное сосредоточение на учебной информации. То есть, вот смотрите, мы говорили с вами о познавательном интересе, да, о любознательности, любопытстве. И вот это позволит произвольно сосредотачиваться на этой учебной информации. Все взаимосвязано. Абсолютно все. Поэтому, если мы проверяем и говорим, да, он быстро запоминает, хорошо стихотворение, но когда в конце консультации спрашиваешь, он не говорит. Вообще не может заполнить, даже четверостичь ее маленькая. Речь он очень хорошо отвечает на конкретные вопросы, достаточно развернута. Но не совсем может, например, по картинке сочинить рассказ. То есть, здесь должно быть все взаимосвязано. Произвольность внимания 7-10 минут. Здесь все на 6-летнего ребенка, потому что, ну, подразумевается, что мы начинаем уже школа малышок там и так далее, мы начинаем уже конкретно готовить его. От 6 до 7-летнего возраста, да, 7-10 минут. Но, к сожалению, не все дети умеют так долго держать вот именно такого количества. Поэтому 5-минутная работоспособность, потом какое-то отвлечение на что-то, потом еще 5 минут. Запоминаемость будет лучше, и переключаемость будет формироваться лучше, гораздо лучше. У меня наушников нет, поэтому я не могу вам сказать, что и как. У меня вот звук идет через эти, через колонки, поэтому я не могу сказать, потому что... Я перед этим и все проверяли. Камеру я выключила, нагрузки у меня нет, сбоев у меня нет, я не пойму, что. Камера хорошая, звук хороший, извините, я не могу сказать. Ну вот. Способность к контролю своих действий, цель, смысл, ход действий до его завершения. И самое главное, контроль в конце, обязательно контроль в конце. И дальше способность к общей оценке результатов своих действий. Это обязательно. То есть соотношение с алкоградцем и так далее, и так далее. Ну и вот социальная готовность. Я социальную готовность чаще всего проверяю более так детально, потому что способности усваивать именно нормы и правила, это очень важно в становлении ученика. Понимаете, это очень важно. Ну и вот это приоритет учителя в процессе учебной деятельности и, естественно, приоритет учителя формирует позицию школьника. Вот это, наверное, ключевое будет обязательно в том плане, как он будет адаптироваться. По-другому никак. Ну и если страхи есть до того, страхи школьные будут очень и очень выраженными. Очень выраженными. К сожалению, это наиболее такие важные моменты. Как проверять, разговаривать, беседовать, составить для себя опросники и так далее. Ну и так как все-таки я психофизиолог, я обязательно, я не могу не сказать про физиологию. Обязательно должно быть развитие мелких мышц руки, карандаш, ножницы, причем правильно держать, чтобы себя не поранить, например, ножницами, выводить правильно, видеть строчку и так далее. Почему? Ну, потому что очень много написания всего будет и много нужно будет и технология будет и так далее, и так далее. Пространственная ориентация, то есть устойчивость, право-лево, выше-ниже, вперед-назад и так далее. Потому что как идет ребенок гиперактивный, неусидчивый, у которого есть, конечно, пространственная ориентация, как он идет. Например, вы его вызвали, он идет к доске. Он обязательно споткнется, он обязательно у кого-то что-то уронит. Не специально, он размахивать будет руками, и у него целью не будет уронить этот предмет. Просто его руки, которые в разные стороны болтаются, они обязательно какой-нибудь предмет, на чьей-то партии заденут. Поэтому он чаще всего бывает неудобным ребенком. Ну и, конечно же, система глаз-рука. Это обязательно я использую, обязательно, когда проверяю, делать именно узор какой-то графический. Иногда я просто каля-баля рисую для того, чтобы им было удобно и так далее. То есть здесь однозначно. Так. Ну и незрелость. Как мы с вами, это главное. Незрелость. И вот начну с конца. Не забывайте о том, что дети должны много и с интересом играть до школы. Они должны наиграться. Если они не наиграются, а игра – это что мы знаем с вами, ролевая различная игра, естественно, это не даст ребенку возможности сосредоточиться на школьной программе, на школьных требованиях и так далее. Понимаете? Не доигравшие первоклассник чаще всего к учебе относятся как к игре. Хочу – делаю, хочу – нет. Хочу – играю, хочу – нет. Понимаете? Формулировка переходит туда. Ну и теперь давайте. Что же может быть причинами школьной незрелости? Я намеренно, я не понимаю, почему я со звуком, потому что ничего не менялось абсолютно. Я сижу, не двигаясь даже. Недостатки воспитательной среды. Вот понимаете, я не ставлю возраст намеренно, чтобы в 6 лет ребенка не надо в школу отдавать. Иногда и в 6 можно ребенка отдать, если он зрел, готов, развивается хорошо. Ну, способный вот такой ребенок и очень хорошо. Значит, недостатки воспитательной среды. Это вот то, что мы называем с вами социально-педагогическая запущенность. Вот это социально-педагогическая запущенность. У ребенка все предпосылки есть, но с ним мало играли, ему мало читали, его мало любили, с ним мало разговаривали о том, как интересно будет в школе. Недостатки соматического развития ребенка. Естественно, ребенок, который имеет... Ну, даже не хронические, может быть, заболевания, а он имеет... Ну, есть такое понятие, длительно болеющие дети. Часто длительно болеющие дети. В медицине есть такое определение. Они, естественно, прежде всего пропускают школу. Естественно, если они пропустили школу, они отдыхали от школы и занимались своими делами. Второе. Они, естественно, имеют астено-невротический синдром после заболевания. Естественно, придя в школу, они быстро устают, утомляются. И, естественно, что не могут быстро все это делать. Естественно, что консультации с врачом, лечения ребенка, здесь обязательно рекомендовать. Невротическое развитие характера. Со страхами ребенок не буду, все равно не получится. У меня рука заболит и так далее и тому подобное. Почему это произошло? Сложно сказать, потому что это может быть как и поведенческое, это может быть какая-то психологическая определенная. Ну, травмы не будем говорить о ситуации, психотравмирующая. Ну, и, естественно, здесь как психолог, так и медицинские психологи должны посмотреть и до школы все-таки начать корректировать поведение. Потому что не забываем, что придя в школу, ребенок будет попадать в непонятную, некомфортную среду. И он будет еще целый месяц адаптироваться. Поэтому, имея и так нарушение в дезадаптационную среду, он попадает. Ну, и получаем нежелание через месяц вообще ходить в школу со слезами, спинками и со всем прочим. Следующее. Повреждение центральной нервной системы. Ну, дело в том, что лишний раз пошлите лучше, пошлите лучше на консультацию, потому что все это обострится в первом классе практически с первых же дней. Это обязательно. Ну, и что такое физиологическая готовность, да? Это уровень развития основных функциональных систем организма ребенка и состояние здоровья ребенка. Ну, понятно, что такое функциональные системы. Сформированы они, нет. Если есть какая-то минимальная мозговая дисфункция, она связана была с перинатальной, постнатальной какой-то патологией. То есть не может развиваться что-то. Но если ребенок имеет уровень хороший, но его состояние здоровья может быть исполчено. В результате чего? Сейчас вот смотрите. Костно-мышечная система, нервная система, зрительный и слуховой анализатор. Они должны быть развиты хорошо. Ну, и, соответственно, все претензии к головному мозгу и все требования к головному мозгу, они здесь. Состояние здоровья. Осанка. Почему осанка существенно будет мешать готовности ребенка в школе? Испорченная осанка, да? Или сутулость, или сколиоз как заболевание. Потому что, во-первых, деформация происходит в кровной клетке, и, соответственно, сердечко смещается, легкие дышат неровно, неправильно и так далее. Соответственно, гипоксическое состояние постоянно. Слух и зрение, ну, это информация, которую мы получаем, да? Ну, и профилактика заболеваний, которые могут там быть. Это и невротические, прежде всего, расстройства, какие-то страхи, да? Если ребенок пришел со страхами. Ну, и профилактика заболеваний, и проветривание класса, и физической культуры. Сейчас эти многие родители освобождают ребенка от физической нагрузки. Ну, и получаем, во-первых, у нас огромное количество детей, полных, очень полных, поэтому мы должны об этом не забывать задумываться. Ну, и компоненты, да? Это вот такие всем известные. Физическая готовность, эмоционально-личностная, социально-психологическая, волевая, мотивационная, интеллектуальная, речевая. Об этом мы с вами говорили. Речевая готовность я не очень затронула, но понятно, что мы уже говорили с вами о нормальном ребенке, но в данном случае мы должны с вами понимать, что никаких фонетиков, фономатических нарушений не должно быть, никакой дисграфии не должно быть, потому что это будет очень серьезно мешать ребенку в усвоении программы. Что должен знать ребенок в беседе и в том, ну, называя тестирование, исследование, как хотите. Сейчас я посмотрю этот вопрос. По каким параметрам в трендах индивидуального обучения. Ну, вот сейчас вот я вам скажу то, что я делаю. А так, у меня есть свой лист, Олег, диагностический, которым я пользуюсь. Ну, на основе тех методик, которые используются повседневно. Что за тренды индивидуального обучения? Ну, индивидуальное обучение все-таки это крайне редко, и я, ну, не часто консультирую это все. Каждое индивидуальное обучение, это значит индивидуальное консультирование. Ребенок должен знать следующее и уметь следующее. Рассказать о своей семье. Что он должен, ну, во-первых, он должен знать полное свое имя, имена и фамилии, и отчества родителей желательно. Близких родственников, с кем он постоянно общается. Можно попросить ребенка рассказать о том, кем родители работают. К сожалению, родители даже не рассказывают детям, кто они и что они. Он обязательно должен назвать адрес свой, просто в цели безопасности. Куда его вести, в случае, в свою страну, в город проживание. Ну, обязательно из этого минимально свое полное имя, адрес свой, ну, и имена, хотя бы имена родителей. Это тот минимум, который позволит все-таки сделать вывод, что это не слабоумный ребенок пришел. Разбираться в цифрах. То есть он должен по часам желательно показать эти цифры, но начать назвать точное время, к сожалению, далеко не все дети умеют. Они имеют или часы, или телефон, и не стрелочные, а цифровые часы. И тут он называет, конечно. Но лучше все-таки иметь у себя какой-то макет и попросить его разобраться, где сколько времени, и показать на эти часа сколько времени. Возраст и дату рождения. Половина детей, к сожалению, не знает дату рождения. Не знает свой возраст, 7 лет, представляете? Я говорю, а как же ты, вот день рождения-то, а как день рождения вспомнят, если ты не знаешь, ты не напомнишь родителям, что у тебя день рождения, и тебе не дадут. Не дадут подарок, потому что они же тоже не знают, когда у тебя день рождения. Нет, мамы с папой знают. Вот это их тоже напомнить им нужно. Ну, различать геометрические фигуры, это естественно. Считать от пределов 10. Мы сейчас говорим с вами о крайне низкой границе. То есть то, что он должен хотя бы знать. Конечно, сейчас современные дети, приходя в школу, в некоторые школы тестируются очень серьезно. Дальше. Пространственно-временное ориентирование. Месяца, дни недели, время года и характерные погодные явления. Это обязательно. Называть и различать цвета и стороны, лево-право. К сожалению, очень многие дети с социально-педагогической запущенностью и с подозрением на задержку человечества развития не умеют даже этого. Приводить примеры диких и домашних животных. Ну, я много что выслушивала. И аргументация, почему именно это домашнее животное. Потому что хорек у них дома живет. И поэтому хорек домашнее животное. Вот. И потом мы долго разбирались, почему он все-таки дикое животное. И почему он живет именно у них. Почему у них домашний же хорек есть. То есть здесь интереснее всего, когда мы что-то задаем вопрос. Еще раз говорю, нет, вот такое вот. Есть тестирование по математике, по чтению, по русскому языку. Но мы-то готовность с вами определяем социально-психологическую. То есть мы должны любознательность, заинтересованность, умение схватывать информацию. Вот это мы с вами должны. То есть мы занимаемся своим. Мы не можем с вами знать, что там учитель математики, как их протестировал и так далее. Мы должны знать. Я выслушала очень много, потому что и четвертый лишний, когда показываешь, почему медведь лишний. Ну и потому, что он не живет в жарких странах. То есть правильно, почему. Ну, ребенок сказал так. Очень умный ребенок сказал. Дело в том, что медведь имеет когти, а все остальные, кто здесь изображен, копыта. Ну, в общем, понимаете, и берлога, и он пушистый, и все такое прочее. Естественно, что все были правы, но самое главное, что у него когти, а у всех копыта. Дальше. Ну, стихи иногда они рассказывают очень серьезные. историю составляют, конечно, вот знаете, эти картинки стандартные, да? Идут два козла, на мостике встречаются, бодаются и падают. Вот приблизительно так мне ребенок рассказал вот эту сказку, которую он сочинил. Ну, не сказку, рассказ. Я говорю, вот тебе три картинки подряд. Вот скажи мне, пожалуйста, что на первой, второй, третьей картинке как рассказ придумать. Шли козлы. Тишина, пауза. Я говорю, дальше. Подрались. Я говорю, что дальше? Упали. Куда? В речку. То есть доводящие. А было так. Те же самые три картинки. Был прекрасный солнечный летний день. Цвели цветы, лягушки улыбались в реке. Я присмотрела, лягушки там реально сидят. А картинки маленькие, и лягушки я никогда не видела. Они сидят, оказывается, там. Ну, они улыбались вот у этого ребенка. Все было хорошо, все было мирно, ну, и так далее, и так далее. И два козленка встретились на мосту. А мостик был очень узкий. Нужно было кому-то уступить. Но они были очень вредные, дрочливые, они, ну, и так далее. То есть ребенок мне рассказал целую-целую огромную сказку. Ну, естественно, что предметы по лучшему признаку это проективные методики. Их достаточно много. Вы можете использовать все, что угодно. В интернете прекрасные рисунки, которые вы можете. Можете нарисовать их сами, как мы рисовали. То есть это ваше абсолютно. Лишний предмет, вот то, что я говорила, запоминает до восьми увиденных предметов. И потом мы делали, например, восемь предметов, прятали в мешочек еще, к тому же проверяли мелкую моторику и тактильное ощущение. И нужно было эти восемь предметов не глядя, доставать и называть, что это за предмет. Делить слова по слогам. Ну, я это не делаю. Все-таки это в большей степени у нас, когда идет тестирование, конкретное тестирование уже учительское. Но писать печатными буквами это тоже, и как они учат уже, они не только печатными. А вот каля-баля какую-то написать, вот это да. А пользоваться ножницами, карандашом, линейкой, это тоже можно сделать. Ну, и маленькая какая-нибудь картинка крошечная, которую он раскрашивает, и можно тоже использовать. Ну, это, пожалуйста, я вам сделала подборку, можете использовать. Это у меня немножко другое. То есть, вот здесь видите, пространственное, да, восприятие и по точкам. То есть, воспроизвести каждый изображенный здесь образ ниже по этим же плеточкам. Лишний предмет, ну, и, естественно, что не просто лишний предмет, мы говорим с вами уже о будущем ученике, а объяснить, почему объяснишь. Объединить три предмета, которые объединяются чем-то, ну, и, соответственно, удалить тот, который здесь не нужен. Какой? Это игрушки, да, зонтик, это зонтик. А почему игрушки? А может быть, это игрушечный зонтик. Ну, вы же сказали, что нужно один убрать, я также могу убрать отсюда и машинку, а зонтик будет как игрушка. Ну, машинка-то, она ведь детская, она же игрушечная. Ну, вот, и ребенок вам объяснил. И вы чувствуете себя глуповатым. Вот, и вот, смотрите, да, за, что случилось? Кот лазал, уронил и так далее. Вот, кот вдруг что-то тут ремонтирует, лазает, и все, уронил и опять налазил. То есть, последовательность какая у нас? Да, вот такая, вот он спал, потом он пошел куда-то, потом он решил залезть и вот все упало. Разобраться, что, зачем. У меня посложнее картинки, несколько вариантов, но я вот вам показала и просто нажала в интернете и вот мне на каком-то из очень хороших сайтов вот это все было выдано. Ну, и вот тут же, видите, назвать, предметы, запомнить их, закрываете и спустя какое-то время там можно через минуту спросить, через пять минут и через десять. Это такие отложенные с запоминанием. Так, у нас уже время, да? Ну, и соотнести количество предметов с цифрой. Это тоже можно использовать и как развивающие. То есть, вот как раз умение, ну, интереснее построить вот именно вот это, когда ребенок не просто цифру, а еще что-то видит. Игровой момент должен присутствовать всегда. и здесь у нас что? Рассматриваем картинки и что не хватает у конкретной картинки. Можно попросить дорисовать, если у вас есть такая возможность, если нет, просто сказать, что ребенок и, соответственно, здесь бальные оценки даны, как вы оцениваете это сейчас. Так, ну, лабиринтов у меня очень много, всяких разных. Здесь вот такой достаточно простой. У нас есть потрясающие, но это уже для взрослых, у меня даже студенты сидят, сделанные в виде фигур очень сложных, лабиринты. и, ну, дети у меня малыши, в школе малышок, некоторые фигуры проходят очень быстро. Лабиринты у нас самые-самые любимые. Ну, это пространственное восприятие, прежде всего. Ну, и я, вот такой вот детский портал «Солнышко», я посмотрела, в принципе, там много вот такого проективного очень. надеюсь, понравится вам, поищите что-то для того, чтобы использовать, потому что, ну, они и продаются сейчас, всякие разные наборы, у меня наборы есть, такие, ну, в свое время приобретенные, а вот и сами студенты рисовали, делали мы, художники у меня были. Так что вариантов очень много. Это, еще раз говорю, все, о чем мы с вами говорили, это самая низкая граница социально-психологической готовности. И мы пишем в данном случае уровень готовности, если вот только то, что мы здесь с вами определили, ребенок повторяет, делает, копирует и так далее, мы будем говорить о низком и ниже среднего уровня готовности. Маловато еще. Но если у него волевая, мотивационная, эмоциональная сфера развивается хорошо, то я думаю, что, позанимавшись с психологом, 10-12 занятий перед школой, я думаю, что он уверенности, именно по уверенности, и я думаю, что он догонит. Какие у вас есть ко мне вопросы, помимо кладающего звука? Так, ну если вопросов у вас больше нет, то я завершаю. Насчет плавающего звука я, честно говоря, не знаю, потому что при переходе на эту платформу что-то получается. Но я пробовала компьютер и ноутбук. Но вот видите, до того у нас все проверка едет нормально, а потом почему-то на какой-то момент ничего не изменяется, но почему-то начинает. Пожалуйста, это мы решим. Я думаю, что вопрос. Если вопросов нет, у меня все. Хорошего вам летнего отдыха. Я с опорника тоже в отпуске, так что вам тоже как следует отдохнуть.